В Бендерах планируют закольцевать туристический веломаршрут. Он проходит через весь город. Первую часть маршрута открыли в конце мая. Теперь велодорожку продлевают. Знаменитая велодорожка в Бендерах станет длиннее. Новый ее участок протянется от улицы Тираспольской до памятника 55-му пехотному подорскому полку до Орла. Дальше по велоразметке можно будет попасть в Бендерскую крепость. Сейчас на этом участке рабочие укладывают плитку. Новый участок веломаршрута двухполосный. Светлая сторона, на нее еще нанесут разметку. Это для велосипедистов. Темная для пешеходов. Дальше поставят еще дорожные знаки и информационные стенды. Делают все точно так же, как на велодорожке, которую открыли в городе в конце мая. Она начинается от ЖД вокзала, идет по улице Ленина и выходит на набережную. В велодорожке четвертый месяц. Мы решили спросить, пользуются ли ей велосипедисты. Пользуюсь, я еду иногда по ней от вокзала до ДК Ткаченко. Просто из-за того, что она прямая, она узконаправленная, по ней никуда не свернуть. Хотелось бы еще какой-нибудь круг. Вы как часто ездили или ездите по этой велодорожке новой, которую вы открыли недавно? Вы лично? Ну, скорее всего, не часто. Потому что, вот я же говорю, скорость очень сильно ограничена. Если здесь можно по трассе просто проехать в два раза быстрее, а по велодорожке еще с риском сбить кого-то. Опять же, может и детей, даже ребенок спокойно может выбежать. Он вообще не знает, что это даже велодорожка, даже близко. Гуляющие по велодорожке пешеходы – это основная причина, почему профессиональные велосипедисты едут тренироваться на обычную дорогу, говорит Виктор. Велоспортом он занимается не первый год. Люди у нас еще просто не привыкли к велодорожкам. Хотя и разметка есть, все равно идут по полосе для велосипедистов. К сожалению, пока что да, потому что не привыкли к тому, что у нас такое есть. Но в будущем, я думаю, все поменяется. Так это плюс есть в этом для новичков, для самокатчиков. В плане прогулочной трассы – это очень классно. Это прямо вот то, что нужно. Если никуда не спешить, ни на тренировку, а просто именно гулять на велосипеде, катаясь, не прилагая много усилий – это вот самое оно. По задумке, велодорожка в Бендерах – это часть большого туристического маршрута. Его длина – 15 километров. Вот на одном из таких стендов можно прочитать, какие объекты будут встречаться на пути туристов. Это Бендерская крепость, площадь освобождения, музей железнодорожников. Всего в списке 29 пунктов. Пока длина велодорожки – 2 километра. Скоро доделают новый участок возле Бендерской крепости. И дальше по плану маршрут хотят закольцевать, чтобы по самым интересным местам Бендеры можно было проехаться на велосипеде. Будем кататься, если доделают, то я только за. Хотят закольцевать, говорят. Это шикарно. Это просто шикарно. Тогда можно будет на прогулке вместо пешком кататься на велосипеде. Либо реально на самокате. Закатился – класс. Участок велодорожки от улицы Тераспольской до крепости обещают сделать к началу октября. Дальше велодорожка пойдет по улице Суворова с выходом на Ленина. Это уже следующий этап. По плану его должны сделать в будущем году.